Таким образом, структура контрольно-счетных органов муниципальных образований в обязательном порядке должна включать в себя только председателя и аппарат контрольно-счетного органа. Должность заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования не является обязательной. Автор проекта Вальтер Пельс на комиссии не смог присутствовать по уважительным причинам. Тем не менее, вопрос о сокращении должности заместителя контрольно-счетной палаты комиссия рассмотрела. Суть предложений Вальтера Рингольдовича на правах председательствующего на комиссии зачитал Антон Субботин. При принятии предполагаемого проекта решения существенно снизятся расходы бюджета на содержание муниципальных служащих контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа, а именно порядка полутора миллионов рублей. Дослушав доклад, свое мнение высказали и участники комиссии. Это работники администрации города, исполняющие обязанности заместителя контрольно-счетной палаты и представитель городской прокуратуры. Каждый, кто пожелал, смог высказаться по данному вопросу. В конечном итоге депутатам нужно было проголосовать за проектное решение. Трое воздержались, один за. Тем не менее, вопрос о сокращении должности заместителя председателя контрольно-счетной палаты будет решать профильная комиссия по экономической политике и бюджету. Вопрос принципиально важный с той точки зрения, что действующие депутаты ратуют за то, чтобы повышать эффективность расходования всех бюджетных средств. В городе Соликамск. Соответственно, если сократить должность заместителя председателя КСП, то мы получаем полтора миллиона рублей экономии в год. Сами понимаете, что на эти деньги можно и дороги отремонтировать, и какие-то детские площадки сделать, направить их на нужды города, на нужды всех жителей. Получит ли город эти дополнительные средства, зависит от решения депутатов. Продолжение следует...